Музыка Мне сегодня предоставилась возможность поделиться с вами информацией, знаниями о том, что является ключевым навыком для новичка. Сегодня было уже сказано очень много о результатах, которые достигнуты, о тех деньгах, которые можно заработать с компанией ЛР. Но у всех новичков возникает вопрос, где самый главный ключ, что нужно делать, чтобы дойти до таких результатов. Это всегда люди, которые только приходят в бизнес, сталкиваются со сложностями, с серьезными. И на каком этапе уходит из бизнеса большинство новичков? После первых неудачных приглашений, сегодня правильно сказала Валера, Валерия и Игорь, приглашать это достаточно сложно и не всегда это приятно. Почему эти приглашения неудачные? По очень простой причине. Потому что новичок еще не достиг мастерства. Просто так взять телефон и позвонить знакомому или незнакомому человеку, это всегда сложно. А если ты еще хочешь сделать предложение, но не умеешь этого делать, это сложно вдвойне. Из чего же складывается мастерство? Из простых вещей, знания, умения и навыки. Естественно, все это должно умножиться на труд, потому что без труда это не сработает. И если рассмотреть немножко подробнее, что такое знания, что такое умения и навыки, то на этой картинке можно увидеть, что знания можно получить самостоятельно, какие-то умения тоже можно, но чтобы приобрести навыки, очень сложно это сделать самому. Здесь обязательно должен быть наставник, человек, который прошел уже этот путь и может поделиться тем, что он сам наработал. Знания — это всего лишь теория. Умения — это практика. Это первые элементарные действия, которые человек может совершить. А вот навыки — это уже автоматизм. Пока действия не доведены до автоматизма, естественно, всегда будет возникать напряжение, будет возникать неудобство, будут возникать страхи, сомнения. Простой вопрос. Кто из сидящих в зале знает, теоретически знает, как надо бегать? Большинство. Замечательно. Ну, чисто теоретически нужно поднимать ноги, как-то перемещать руки, что-то там с центром тяжести делать, чтобы удерживать равновесие. На поворотах так немножко открениваться, чтобы не падать. А кто вот в реальности умеет все вот это теоретическое исполнять? Кто может бегать? Кто физически готов? Не обязательно там сильно бегать. Труссует. Намечательно. А кто может бегать и одновременно заниматься другими делами? По телефону говорить. Вот понимаете, да? Этот навык, который уже достигнут в совершенстве. Навык доведен до автоматизма. Вы не думаете, какая нога за какой должна идти. Вы не думаете, какая рука с какой ногой должна работать. Это уже навык. Он приобретен. А теперь давайте немножко усложним ситуацию. И введем всего лишь две цифры, да? Да. Кто знает, как надо бежать в марафон 42 километра? Теоретически. Ну, в принципе, точно так же из сидячих в зале. Генрих и знает, и умеет, и может. Из сидячих в зале, ну, теоретически, да. Все то же самое, только 42 километра, и все. Ну, долго. Ну, жарко. Ну, там еще бывают остановки. Нет, на ходу можно воду попить, там, облить себя. Это чисто теоретически. Кто умеет бегать в марафон? Ну, вот, поддерживаю Надежду Головню. Я знаю из своего друга знакомых только двух человек. Это Генри Херман, и вот за ним, повторяя это его действие, копирует Андрей Вильеев. Уж не знаю, насколько он, с каким удовольствием он бежит 42 километра, но он это может сделать. Но я вас уверяю, что вот кто может бежать в марафон 42 километра одновременно, заниматься другими делами, я думаю, что из сидящих в зале вряд ли кто-то сможет поднять руку, что 42 километра человек сможет бежать, разговаривать по телефону, слушать плеер, всем рукой махать. Это тяжелый изнутрительный труд. И только чемпионы, люди, которые не один год занимаются, действительно могут это делать. И теперь давайте посмотрим, с какими знаниями, умениями и навыками приходит к нам новый партнер в бизнес. Вот мы здесь собираемся для того, чтобы рассказать теоретически, что это ФЛР. Человек послушал, с каким резюме к нам приходит. Резюме на все случаи жизни. Может копать, может не копать, и может устроить так, чтобы копал другой. И вот с этими навыками, представляете, человек должен, ну как, он ставит перед собой цель, через год зарабатывать 1000 долларов, через 2 года 5000 долларов, через 3 года 10 тысяч долларов, отставил лопату, выдохнул, не получается. Потому что человек приходит с детскими умениями. Ну это какие умения? Что умеет человек с детского возраста? У нас есть такой партнер в команде, с красивым именем Даниэль. Даниэль Царуш, он примерно такого роста, полтора года. Ну вот у него примерно такие же навыки. Он уже умеет говорить, правда с трудом. Он умеет слышать, когда к нему обращаешься, он к Даниэль сразу обращается. Он умеет, ну как читать, не умеет еще писать, тоже не умеет пока, но пытается. Запоминает, запоминает все, что слышит. Мы сидим, разговариваем, и он все запоминает. Когда он дома берет телефон, первую фразу, которую он произносит, с серьезным лицом. Не все буквы выговорят, но смысл такой. Здравствуйте, это Даниэль Царуш. Звоню по делу. Есть минутка? Понимаете, да? Вот классический образ новичка, который пришел в бизнес. А какие навыки у него должны быть? Взрослые, для того, чтобы действительно можно было работать. Человек должен не просто говорить, он должен задавать вопросы, уметь задавать вопросы. Он должен не просто слышать, а внимательно слушать, о чем говорит его собеседник. Не просто читать, а читать без запинок. Это парадоксно. Многие люди берут шаблон приглашения и не могут его прочитать от начала до конца без остановки. Люди не понимают, что написано. Буквы хутают, ударение не там ставят. Элементарные вещи. Детские. Не просто писать, а записывать. Все, что происходит, нужно обязательно записывать, потому что иначе это никак нельзя сохранить. Не просто запоминать, а делать пометки. После каждого звоночка первое, что нужно сделать, это записать все, что было изложено в разговоре. Через три разговора подряд, информация по первому разговору в голове полностью стирается. Вообще невозможно вспомнить, о чем был разговор. До чего договорились. И, наконец, не просто звонить, а звонить по шаблону. Как вам такая картинка? Можно ли загрузить в голову человека навыки? Человек приходит и говорит, я хочу с вами работать. Все. Завтра я уже должен быть готов. Включите мне программу. Конечно, такого быть не может. А вот именно отсутствие навыков и рождает у новичка страхи и сомнения. Если человек не знает, как кататься на горных лыжах, вы выйдете на склон и скажете, а вот там полтора километра, там тебя встретят. Стиль катания называется шульц. Пуля. Тормоза, притом или трусы. Конечно, страшно стоять на склоне, смотреть на маленьких муравичиков, людей. И человек может даже не тронуться с места. Но если его шаг за шагом готовить, обучать, рассказывать, прививать умения и довести в сети действия до автоматизма, человек будет... Вот здесь присутствует наш партнер Виктор Бутенко. Он не просто катается, он даже был инструктором по горболыжному спорту. Конечно, ему не страшно кататься. А звонить страшно. И сомнения бывают. Поэтому самое лучшее средство против страха и сомнения – это действия. Действия не просто действия, а целенаправленные действия. Как можно осуществить свою мечту с ЛР? Первое – поставить цель. Второе – создать план. Третье – на что мы особо обратим внимание научиться. И четвертое – действовать. Пожалуйста. Каждый новичок должен потребовать от своего информационного спонсора стартовый тренинг и получить. Кстати, а кто в этом зале уже партнер и кто получил такой стартовый тренинг от своего... Замечательно. Тогда рассказывай для тех, кто еще не смог этого сделать. Почему это важно? Вы с него должны стребовать, просто выкрутить. Не получившего своего непосредственного спонсора, обращайте дальше по спонсорской линии, потому что без этого невозможно работать. Принесное письмо, памятка партнера, приложение к памятке, планировщик ключевого человека, 8 качеств ключевого человека. Подробно мы это разбирать не будем, просто я вам покажу издалека, как все это выглядит, чтобы вас не обманули. Вот именно это вы должны получить, а не что там будет у него на руках. Это очень важные документы, с помощью которых происходит запуск человека в бизнес. Если с вами это еще не сделали, значит вы находитесь в свободном плавании. Вас просто бросили в бассейн и теперь смотрят, как вы оттуда выплывете. Так работать нельзя. На стартом трене Спортсон обязан, вместе с партнером, запланировать долгосрочную цель в карьерном плане ЛР. Это, ну, как правило, бывает на год, самый видный такой период времени. И запланировать первый шаг в карьерном плане. Лучше всего, конечно, если это будет быстрый старт, 11%, 2000 баллов. Но не все могут ставить такие цели. Кто-то ставит перед собой 9%, кто-то 6%, кто-то 3%. Это тоже большой подвиг. Для кого-то и 3% это уже сильный шаг. Но это нужно запланировать, используя нашу карьерную лестницу. Тут все видно. В своей работе, в нашей группе, мы применяем еще вот такую вещь. Обыкновенный файлик в Excel, график роста, но на нем очень хорошо видно, где находится, да, в виде 250, 500, 1000, и где находится, видите, да, лидер организации. Потому что людям надо сложно, ну, зрительно представить, насколько на высокую горку им предстоит забраться за эти 12 месяцев. И чтобы люди трезво давали оценку, какой объем работы нужно сделать, обязательно нужно нарисовать эту, может быть, прямую линию, может быть, кривую линию. Но нарисовать и договориться. Мы работаем на эту цель. План. На стартовом тренинге спонсер обязан вместе с партнером заполнить планировщик ключевого партнера системы 21 и определить цель именно на месяц. Чем мы будем заниматься в этот месяц, в ближайшем. Квалификация, личный оборот, групповой оборот, количество бонусных линий, количество новых первых линий, встреч с видео. И самое важное, специально подчеркну, количество приглашений. Потому что все вот эти цели, которые стоят в начале, они все приводят к конечному результату. Чем мы будем заниматься? Приглашениями. Так выглядит планировщик. Там в нем все красиво. И следующее. Научиться, да, на этом мы подробнее оставляемся. На стартовом тренинге спонсор обязан вместе с партнером составить список имен, вот именно здесь составить, здесь и сейчас. И внести хотя бы первые 10-15 имен. И обязательно прорепетировать по шаблону и сделать первые звонки с приглашениями на встречу на сегодня-завтра. Очень важный момент. Это нужно делать только вместе со спонсором. Люди, которые пытаются делать самостоятельно, как правило, очень быстро получают негативные результаты. Потому что список составляется неправильно, пишутся люди, которые человек думает, что это ему понравится. Они все люди, как должны быть. И сам собой человек не может репетировать. Поймите правильно, это не в состоянии человека это делать. Обязательно должен быть кто-то рядом, чтобы услышал и подсказывал, правильно ты делаешь или неправильно. Так выглядит шаблон приглашения, многие, наверное, вы видели. Это стандартный шаблон приглашения, категория В, так называемые, все остальные. Что важно, не просто работать с шаблоном, а обязательно подогнать под себя. Как называется, заточить под себя, чтобы он полностью отвечал личности человека. Сейчас я вам покажу, что значит заточенный, и вы сразу поймете. Вот так выглядит заточенный шаблон, видите, да? Кое-что там осталось от основного шаблона, ну, вернее, все осталось. Но очень многое туда вписано от руки. Это и разговор с людьми, которые уже были в сетевом маркетинге. Это и разговор, тема для разговора, как правильно назначать место и время. Это и разговор о продукции. Это и добавлен пункт пятый, видите, не упустить рекомендации. Ну, короче, в каждом этом шаблоне под себя нужно дописать. Первое, позитивное приветствие. Вторая часть будет выяснение ситуации, как у человека дела, работает, не работает, все ли у него хорошо, здоров, жив, как семья. Основная часть, мы называем БТЛ. Обязательно проговорить бизнес, интересует ли тебя дополнительный доход или бизнес. Вторая часть, товар, интересует ли продукция. И третья часть, независимо от того, что было в начале, рекомендация, знаете ли вы людей, которых можно заинтересовать дополнительный доход или продукция. Четвертое, обязательно не упускать назначение времени и места встречи. Очень часто это бывает весьма расплывчато. Закрепить обратную связь. То есть получить от человека согласие, что если у него что-то изменится, и он не сможет прийти, чтобы он обязательно отзвонился или смс-ход отправил, предупредил, что этого не будет. И, естественно, позитивное прощание, независимо от того, согласился человек, не согласился, будет, не будет, вам с этим человеком еще не один раз придется общаться, потому что у него что-то может измениться. Новая продукция может появиться, новые какие-то акции, и с этим человеком нужно общаться. Поэтому все только на позитиве. Итак, самый ключевой навык, это навык приглашения на встречу. Что надо сделать? Выучить шаблон приглашения наизусть, записать свое приглашение на диктофон и проанализировать ошибки. Как мы это все делаем в нашей группе в Запорожье? У нас каждую неделю по вторникам проходит круглый стол. На этот стол приходят наши партнеры, люди, которые только хотят прийти в бизнес, которые хотят услышать и посмотреть, как это происходит, снять свои страхи и сомнения. Мы собираемся за стол, ну, как правило, 4, максимум 6 человек. Если больше, еще один стол, еще один стол, чтобы большая группа не была. И здесь новички просто сидят и смотрят, и слушают, что происходит. Те, кто же умеет приглашать, достает свой шаблон, свой список, телефон, начинают делать приглашение. Новичок, естественно, до этого должен выучить шаблон, чтобы не там сидеть. И просто смотреть, как это происходит. Потом тренируется на своих коллегах со своим спонсором или с коллегами в параллельной веточке. В этот момент мы включаем диктофон и записываем все, что происходит. А потом даем человеку послушать. Ну, реакция, вы понимаете, какая. Бывает, многие люди вообще первый раз в жизни слышат свой голос со стороны. А тем более, ну, незнакомый текст и приглашение. Поэтому бывают такие. И вздрагивают всем телом, короче. Когда ему говоришь, я тебе представлю, что тебя вот люди слушают. Вот все, что ты сейчас услышал, вот так тебя люди слушают. И сразу начинает работать обратная связь. Где нужно подправить, где нужно исправить, где увереннее, где четче говорить. Таких записей мы делаем несколько, две, три, иногда четыре. Но после того, как человек прослушает и пригласит свою коллегу и видит, что этот круг продолжает работать, он совершенно спокойно подключается. И уже, вот, как говорится, это навык на автомате, автоматически, делает приглашение. Никакого страха, никакого сомнения. Садитесь на наша запорожская группа. Есть даже наглядный пример. На тучу Марина. Никогда в жизни девочка не делала приглашение. Приехала, прошла тренинг, сделала четыре звоночка тогда. Два. Два звоночка. И сразу же приглашение. Сразу же получила приглашение. Молодец. Теперь эта девочка, она не из Запорожья, из Орехова. Она самостоятельно делает звоночки, самостоятельно приглашает людей, и самостоятельно проводит встречи, и уже все делает самостоятельно. Молодец. И советы. Самое важное, не отвечать на вопросы, а самому задавать вопросы. Понятно почему, да? Приглашение-то звоночек не для того, чтобы проводить презентацию, всего лишь назначить встречу. Золотые слова, именно поэтому, какие бы вам ни пытались задать, а вот, а вот, самый лучший вариант, начать фараутом. И именно поэтому я хочу приглашать тебя на встречу, для того, чтобы рассказать все, отдать ответы на все твои вопросы. Ну и хороший пункт, если уже совсем берут за горло, скажите первым нет. Самый лучший выход. Помните, например, со стула. Если стул все время тянуть к себе за спинку стула и отпустить, он обязательно откачнется от вас. Но вот если стул за спинку стула отталкивать от себя и отпустить, он обязательно придет к вам. Скажите первым нет. Кто-нибудь обязательно к вам перезвонит и потом поинтересуется. Мы с тобой не договорились, все-таки о чем-то была речь. Секрет успешного приглашения. Использовать шаблон всегда и везде. Довести до автоматизма тех шаблонов. Правильно внутренне настроиться перед звонком. Это очень важно. Позитивное настроение, потому что люди на другом конце провода, ну как, иногда будут очень сильно удивлены, когда несколько лет не общались, и вдруг ни с того ни с сего звонок, и там такой жесткий механический голос. Звоню по делу, есть минутка. Когда на позитиве сначала поговоришь про жизнь, тогда легче все происходит. Очень важно определить своем расписании точное время для звонков. Звонки это работа, и на работу нужно ходить по времени. Не бывает такой работы. Захотел, пошел, захотел, не пошел. И когда ты уже берешь на себя обязательства и подставляешь время, ну деваться некуда. Пришло время работать. Надо пахать. Делать приглашение регулярно каждый день. Ну и с той же серии. Нельзя тренироваться в спортивном зале. День потренировался, три недели не ходил. Тренировка не ходил, не работал. Ну и, конечно, прослушать шаг. Номер семь. Научиться приглашать кандидатов сто раз. Там очень много интересного. Поверьте мне, я уже прослушал не сто, конечно, еще, но раз сорок. Очень много интересного каждый раз узнаете. Но я от всего сердца вам желаю, от всей души, что вот вы сталкивались не с проблемами, которые приходится на своей спине таскать, а чтобы довели свои навыки до автоматизма, чтобы они помогали вам стремиться вперед. Ну и, конечно, самое главное действовать. Составить со спонсором плат работы на год, месяц, неделю. Каждый день делать приглашение, проводить встречи. И каждую неделю консультироваться со спонсором. Если каждый день делать по 10 звонков, проводить по одной встрече, то за месяц по списку из 100 контактов будет проведено 30 встреч и зарегистрироваться 3-5 партнеров. Но надо повторять эту работу каждый месяц и обучать этому новых партнеров. Ну и на закуску самая сладкая. Ну для кого-то, может, самая горькая. Кто знает такую секретную формулу бизнеса? З равно В равно П равно Л равно ОБ. Правильно по математике, да? Значит, первое равно последнее. Согласны? З равно ОБ. Расшифровываю. Или кто-то знает. Звонки равны встречи. Будут звоночки, значит, будут встречи. Будут встречи, значит, будут партнеры. Будут партнеры, значит, будут лидеры. А будут лидеры, значит, будет огромный бизнес. Значит, звонки Это огромный бизнес Есть звонки, есть бизнес А то, что внизу, можете не читать Спасибо большое Спасибо Желаю вам успехов, чтобы эти звоночки у вас вылетали просто на автомате